Здравствуйте, Манас. На вас форма Луганской Народной Республики, сепаратистских групп. Как вы туда попали и как вы долго там были? Я попал туда в августе месяце, в 2014. Контракт заключил в ноябре. Там ситуация такая была. Попал добровольно, смотрел телевизор, ОРТ, РТР, другие передачи. Тем более для меня было просто символично, что там в 1941 году дед умер. Из-за этих моральных побуждений я туда и попал. Там передавали, что там свастику показывали, там фашисты поднимают голову, нацисты и там прочие вещи. Ну как, сели в самолет и полетели? Нет, я не сел в самолет, я сел в поезд, взял билеты от Самары, попал в Ростов-на-Дону. Оттуда на автобусе российских городов прошел, Нижнекаменск, потом российский город есть перед границей, Донецк называется. Через него, через пост из Варина, я туда и попал. И сразу присоединились к сепаратистам или как? Ну да. Ну пока для меня непривычно понять сепаратистов. Можно как-то цель, можно понимать. Да, ополчение лучше. Вот да, не в первый день, пять дней была пробивка, то есть проверяли документы. Я отсюда взял военный билет и диплом об окончании военного училища. Я сам офицер отставки. Закончил Симферопольское высшее военно-политическое училище в 92-м году. Ну естественно служил в вооруженных силах, потом был ранен при исполнении служебных обязанностей. И в то время был военным запасом, офицером запасом. То есть в Бишкеке у вас контакты ни с какой группой не были? Нет, были как. Ну как бы не отправляющие, а как бы направляющие. Потому что я первым делом вышел с советского заказа за рубежи. Потом связался с кое-какими людьми. Ну они направление не дали, где-то формируются. А остальное я, естественно, добровольно. Со мной было человек 17. Из Кыргызстана все? Да, из Кыргызстана. Потом было распределение. Я попал в особую бригаду, в отдельную бригаду особого назначения. Войсковая часть, литерал, 23-213. Ну вот, ну и началось боевое действие. Сразу с первого дня начали воевать или как? Нет, я же говорю. Нас сначала держали пять дней. Там есть у них фильтрационный пункт. Там проверяют документы. Потом, уточняют специальность. По какому военному делу? Потому что родов живой очень много. Артиллеристы есть, снайпера есть, танкисты, как говорится. Но я по своей специальности попал. Через пять дней это был город Краснодом. Он прямо на границе стоит с этим, с таможенным пунктом Изварина. Потом отправили в Луганск. Там в то время шли боевые действия. И, в принципе, на бортах сопроводили автобусы, как говорится. Не ходят. Ну, по прибытию в Луганск. Первый день познакомился с разведгруппой. Там были люди разных национальностей. Сервы, чеченцы, казахи, осетины. Ну, я попал к Чагеваре. Он тоже самый бывший семереческий казак. Живет в Калининграде. Он был начальником разведгруппы. Я попал к нему в разведку. Потом уже начались боевые действия. Участвовал в этих боях в столкновениях. Какое оружие вы применяли, например, лично вы? Ну, я применял СВД. Шнайперскую винтовку. Драгунова. Ну, естественно, АК. Семь-62. Ну, иногда был пулеметчиком. Ну, наверное, не каждый день были бои? Или... Не, ну, бои как там. Бои-то там, в принципе, идут каждый день. Там зависимость. Там же фронт. Проходит линия фронта. Это линия фронта сейчас просачивается. То время была Славяно-Сербск, Чернухино, Дебальцево, Станица Луганская. Во всех этих местах вы участвовали в боях? Ну, да, потому что это, говорю, это особая бригада. Отдельная бригада особого назначения. Там гибридные войска, в принципе. Там, как таковых, родов у вас нету. Попадают сюда, там есть, мы и называем их, игольщики. Те, которые там поражают цели, вертолеты. Танкисты, самоходную артиллерийскую установку, артиллеристы есть. Ну, мы, естественно, выполняли функцию разведки. То есть, постоянно были на передовых. Тем более, подставлялась российская техника. То есть, радары обнаружения артиллерии, гаубиц. Я по специальности еще освоил РЛС, радиолокация на станцию. Ну, естественно, обнаруживали противника, поражали, уничтожали. И там прочие вещи. И все это вооружение поставлялось из России. Ну, да. А командиры управления, военные командования? Там гибридные войска. Там, в принципе, в Краснодонии сосредоточена одна бригада тульской дивизии. Там, в основном, они где-то в районах Ростовской области. И прямо на границе самой Луганской области, только в Краснодоне, там разница между ними где-то километров 30-40. Ну, в нужный момент они поражают цели, выезжают, уничтожают, потом возвращаются. Все зависит от разведки. Мы им поставляем информацию. И от этой информации зависит, насколько она достоверна, уточняется. Потом уже приезжают грады, смерчи, гаубицы. И все эти дни, пока вы воевали, вы верили в справедливость в ваших движениях? Не, ну, да. Самый главный перелом у меня же в этом произошел. Потому что я-то думал, там фашисты эти. И потом оказалось, что никаких фашистов я не видел, в принципе. Там мы воевали с регулярно украинской армией. Ну, там есть некоторые прорехи, потому что у них есть отдельные батальоны. Это правый сектор. Батальон Донбасс. Которые формируются уже за счет волонтеров, за счет ультра-националистов. Ну, их где только нет. У нас тоже они есть. Ну, фашистов я не видел там. То есть вы сталкивались с ними напрямую? Ну, да. Я в боестолкиваниях участвовал. Брали в плен? Брали в плен. Уничтожали и там прочие вещи. Это же война. А вы попадали в плен? Не попадали? Не, мы не попадали в плен. Ну, слава богу. Потому что... Были ранены? Я еще до этого был ранен сам по себе. Вот так у меня есть осколочные ранения такие. Очень сильные. Из Луганска? Да, из Луганска. Потому что вначале поставка обмундирования от снаряжений, амуниции была очень слабая. Там, в принципе, с двух сторон воевали банды. И в Луганске есть банды. Вот в августе, когда вы туда попали? Да, там, в принципе, были разрозненные войска. Как таковых регулярных войск там не было. Еще как-то я еще терпел вот эти все вещи. А потом, когда вот нагло видишь по эфиру, там работает РТР, только ОРТ, и россияне открыли канал Луганск-24. Там полностью информация про войну идет. Там, в принципе, другую какую-то информацию получить невозможно. Просто видишь своими глазами, как это все. А потом во мне перелом произошел, когда я действительно видел российские войска. Как они, каким манером заходят, как они воюют, что там происходит. У меня как-то, не знаю, внутри что-то произошло. У вас сомнений нет, что там Россия война. Никак может быть сомнений, если мы вместе с ним воевали вместе. У меня какие они могут быть, эти сомнения. У меня нет никаких сомнений. А как вы получали информацию? Смотрели по телевизору? Не, ну, телевизор же там-то, все-то понимают, что это. Потом оказалось, что это сплошная агитация просто. РТР, РТР. В принципе, передают что. Чтобы понять российские войска, вам надо понять способ комплектования. Комплектование там происходит так. Это не срочная служба. Это не солдаты срочной службы. Это боеспособные части, которые дислоцированы Южно-Осетий. Те, которые прошли Первую Чеченскую войну, Вторую Чеченскую войну. Ну, они в основном контрактики. Их туда временами перебрасывают, потом обратно оттягивают. Но они при этом уходят без техники. В процессе они из ополченцев, как вы говорите, сепаратистов, обучают людей, оставляют технику, уходят. Но если вдруг идет какое-то наступление украинской армии, там фронт очень неоднородный. Он происходит в разных населенных пунктах. Но в основном бои идут в полях, в открытой местности. Как вы оцениваете ситуацию с ополченцами, как вы их называете, Луганска? Каково их состояние? Получают обновления постоянно сил военными или военной техникой и так далее? Или у них идет деградация? Ну, как вот деградация, да, она в основном уже сейчас наблюдается после последних Минских соглашений. Они почему-то считают, что Россия, лично Путин их сдали. Кинули. Да, кинули, потому что они-то думали, после Крыма их точно так же признают Луганскую Народную Республику, Донецкую Народную Республику. А потом, оказалось, их просто-напросто кинули. Шахтеров сейчас взяли испугу. Ну, чем? Просто их сейчас увещевают тем, что это будет обратно Луганская область, Донецкая область. Даже не область, а районы. Там с особым статусом. Ну, в составе Украины. Там надо почитать пункты Минского соглашения. В этих пунктах четко написано. То есть, люди, которые воюют на стороне ЛГР? Нет, они просто опасаются чего? То, что сейчас обратно, если они станут даже особым статусом Украины, пройдет какое-то время, и у них все равно начнется зачистка. Зачистка-то как? Если СБУ у них будет работать, они постепенно все равно, их как бы сепаратисты от 30-й будут наказывать. Вот поэтому там некоторые выезжают уже. Те, которые даже воевали. Вот я на примере друг со мной выехал тоже в Ростов. Он воевал в виде Бальца везде. Потому что у него просто будущего нет. Если обратно она будет в составе Украины, как их сейчас увещевают, они должны сейчас драться как бы до последнего. А то у них нет никаких шансов. Они не верят никому. Если даже скажут, что гарантии их не тронут, и тому прочие вещи будут сказаны, наступит какой-то момент, все равно их потом могут там... То есть, они уже не получают все-таки дополнение сил? Военной техники, вооружения? Не, ну, насчет техники, вооружения они получают. Ну, больше, сейчас больше уже регулярно в российской армии. Потому что, как таких шахтеров там не осталось. И таких, как вы, добровольцев. Да, тоже очень мало, потому что сейчас в основном нас заменяют регулярными войсками. Это, по-моему, будет силы сдерживания. Те, которые при любых условиях там будут какие-то позиции отстаивать. Вот многие пишут, что есть еще материальный интерес. Люди вербуют, что за деньги. Не, ну, материальный интерес, я не знаю, какой материальный интерес. Там изначально, как вот, с ноября у них контрактная система началась. Уже начали формировать якобы полноценную армию Юго-Востока. Там даже у них есть министерство обороны, там военная комендатура. Ну, это, как бы сказать, все сосредоточено на народной милиции. Она называется народной милицией. И внутри комендатура, министерство обороны этот. Рядовой там получает 400 долларов в месяц. Офицерский состав там около 500 долларов. А остальных, те, которые вот наемники, в принципе, мы же те, которые пришли из других республик, мы же наемники, им уже платят по-боевому. От сбитой техники, от сбитой артиллерии и прочих вещей. Есть какой-то минимум? Ну, сказать, есть какой-то минимум. Там, по-моему, уже, во-первых, эти деньги тоже поставляются России. Там были ситуации, вот с декабря вообще не платили. Потому что было очень много больших стопок рапортов от местных жителей, которые пришли ради этих денег во время перемирия. Потому что их, они вообще без денег сидели, даже никак беженцы не могли убежать. Нет, самое... И они воевали, думали, все, там, войны нету. Получали там в течение этих двух месяцев перемирия там по 500 долларов. Все-таки какие-никакие деньги же. А потом, когда боевые действия начались, им это самое как бы... И показалось, что и платят мало, и риск очень большой. Но в основном начали уходить. Начали ряды-рядеть. А потом с декабря вообще прекратили финансирование. Все были на полях, воевали. Ну, ходили разные слухи. Среди ополчения, сепаратистов, как вы называете. Почему не платят? Первый вопрос возник. Вначале подумали, что, может, из-за того, что они деньги возьмут уже, потом рапорта напишут, и они уйдут. Это тоже очень все оказалось прав. Потому что, я насколько помню, пока Дебальцева не взяли, денежные пособия никому не было заплачено. А они все были на полях. Полевая кухня. Уходить бесполезно. Потому что есть... Если человек просто не хочет там служить прямо на боевых действиях, это может очень для него плачевно закончиться. Во-первых, он не может дойти обратно до дома. Сказочно может исчезнуть. Там другие психологические методы вот здесь едут. И самое основное то, что их не отпускают. Сажают ногу в вахту. Или разгружают снаряды. В общем, это вообще страшный, непосильный труд. А как вам удалось уйти? Ну, мне, можно сказать, повезло. В том плане, там все-таки есть у меня вот закон положения Луганской Народной Республики о пребывании там. После того, как взяли Дебальцева, ну, есть же такое понятие, как отпуск. Она там в законе, в статье 10 предусмотрена. Потом 200-е грузы были, которые мы сопровождали. Контракт я хотя не расторгнул, это могло оставить подозрение. Я просто попросился домой на дни 10-20. Ну, в этом плане мне помогло. Хотя на российской границе уже были, как бы вам сказать, не упускали, да? Еще сказали, что мы давали. В этой униформе вы прилетели? Ну да, потому что ополченцев, или, как вы говорите, сепаратистов, там в России отношения очень благоприятные. А здесь, в Кыргызстане? В Кыргызстане, если честно, я второй раз ношу ее, потому что так получилось. А вы сказали, в вашем сознании произошел перелом. Из-за чего? Ну, простой мотив. У меня был один мотив, этот мотив не оправдался. Там просто оказалось, что это агитация, пропаганда. Хотя мне очень прискорбно, то, что я сам закончил политическое училище, да? Я вот клюнул на такую моральную... Люди, которые там воюют, наемники, ненаемники, они понимают, что Россия держит в секрете их имена, что если они погибнут, их имена не называются, их тела могут так и остаться на полях и так далее. Нет, они этого не понимают, потому что они думают, во-первых, то, что они там с родными общаются и там прочие вещи. Там, когда туда приезжаешь, кроме некоторых лиц, вообще отключать сотовые телефоны. Но это с военной точки зрения, потому что любой носитель сотового телефона может выловить мину, прямое попадание может. Он, то есть, как бы служит средством определения, обнаружения. Ну, они что понимают? Там же люди разные. Некоторые умудряют себя там снимать и в Твиттер загоняют и туда, сюда, и там прочие вещи. А так, в основном, они этого не понимают. А какое у вас ощущение было, что силы ополченцев, они намного сильнее, мощнее, чем... Не, ну, я бы не скажу. Если сами по себе силы ополчения, они вообще не представляют ровным счетом ничего. Это российская техника, да. Это полноценная российская техника. Ну, то есть, силы, которые там воюют против украинской армии. Кто мощнее? Украинская сторона или российская? Не, мне кажется, российская сторона мощнее. Потому что в последнее время им начали поставлять гаубицы. Если человек военный, он начнет, знаете, там, не обязательно приводить его модификацию. Там А-50, Р, там ПС, это ничего нечем он даст. Там у них есть названия простолюдинские. Вот эти гаубицы, они 152 миллиметра. Очень мощные, 22 килограмма тротила. Эти гаубицы целый дивизион. Люди, воюющие на стороне ополченцев, они понимают, что Россия помогает им? Да, естественно. Они даже в приватных беседах говорят, что без России, что бы там, нечего даже и делать. Потому что кто там воюет? Не думаю, что, допустим, те оружия, которые они захватили в ходе боев, эти оружия, в принципе, не захватываются. Они или полностью уничтожаются при попадании там градов, других снарядов. Ну, там есть более другая заковыка. Переломным моментом для меня послужило то, что, во-первых, то, что увидел российские войска. Во-вторых, не то, что увидел, вместе с ними воевал. В-третьих, то, что техника поставляется бесперебойно. Вот в последнее время из-за... Вам стало жалко Украину? Украинцев? Не то, что жалко стало. Мне просто оказалось, что потом я с этими пленными тоже с этим разговариваю. Они тоже самое относятся, допустим, как я, гражданин Кыргызстана. Если бы напал бы на нас там какая-то любая другая страна, допустим, хотели БОЖ отделить или что-то 30-е, я пошел бы тоже воевать там за целостность и суверенитет Кыргызстана и там прочие вещи. А потом вот ситуация с Крымом, с теми этими вещами тоже меня очень сильно ударила. Ладно, я думаю, Крым, ладно, там исторический, российский, там этот как-то обосновали. А вот когда Россия там свои притязания не оставляет насчет Донецка, Луганска, а песня та же, там, «Мацисты» и там прочие вещи, в конце концов, мне эта пластинка тоже надавила. Я волен принимать решения, потому что я свободный стрелок, я туда поехал. Вы не собираетесь возвращаться? Я не собираюсь возвращаться. 17 человек, которые с вами прибыли из Кыргызстана, они были разные, разные этнические группы, да? Русские, кыргызы? В большинстве титульные нации. Кыргызы, да? Кыргызы, да. И все они живы, здоровы? Ну, я за счет этого гарантировать не могу, потому что каждый попал в разные подразделения, и по мере возвращения их 30-х. Тем более их... Если с ними что-то произойдет, кто будет их возвращать сюда? Ну, во-первых, по положению Луганской Народной Республики на себя ответственность берет Луганская Народная Республика. Там в лице у них есть и положение, и законы, и дисциплинарные вставы, и тому прочее вещи. Но на деле не получается так же. У нас даже вот зарплата элементарного так получилась в декабре. Просто, можно сказать, вот объяснили очень просто. Мы даже вот в сопровождении отпуска я зашел в Финчасть, в Транспиле, мне просто объяснили. Ну, нету денег, все. Пока из России не поставляют, нету этих денег, короче. Либо ты теряешь свои вот эти отпускные 20 дней, либо как-то волен. Я вот подумал, даже, во-первых, я не за деньги туда поехал. Это была первая причина этого, что это самое. Вот так. Что бы вы сказали молодым людям, которые, может быть, чувствуют какую-то жалость по отношению к ополченцам, и хотят присоединиться? Да не надо их жалеть. Там это самое. Там ополчение, оно вполне здравствует. Там не сколько ополчение, сколько уже почти регулярно российская армия. там контракт на основе. Тем более, их подобрали по такому принципу, если они там проделись, в Луганской, там, Донецкой народных республиках, там они там не служат. То же самое российские советники. В российской армии жилих очень много, те, которые родом оттуда. Вот их туда призывают, они там служат, работают, и там прочие вещи, документы там очень быстро делаются. Потому что в Луганской народной республике появилась своя печать, герб, субсидируется России, полный рост. там у них вплоть до того, начиная от бюллетеней, до зарплаты солдатам, заканчивая там питанием, сухпайками и тому прочим. И все это курируют, лоббируют там российские советники и прочие вещи. А тем ребятам, которые там жили, это получается, я просто скажу, это оказалась просто чужая война. Ну, какая чужая? В том плане, если за Украину, я, допустим, сейчас пошел за Украину. У меня взгляды просто очень изменились, очень сильно. И они какие-то не фашисты, и не это, а те люди, которые защищают целостность своей страны, суверенитет. Я бы наоборот сказал бы, что так называемый ополченцы. Вот сейчас я могу морально уже перейти к слову сепаратист. Да, я был сепаратистом. Раньше на меня это давило, там боевик, террорист, и тому прочую вещь. Сейчас я с этим полностью соглашусь, потому что так получилось. Внутреннее убеждение человека очень сильное же. Тем более офицер бывший. Мне все это изменилось. Вы изучали политическое военное дело. По законам Кыргызстана вы не нарушили какие-то законы? Я считаю, что я не нарушил, не нарушил. Я не знаю, как к этому относиться. Но если в России к этому лояльно относятся, мы же вроде бы как это, как бы сателлитой России сейчас, там в таможенный союз сходим, это страшно. еще вещи, чтобы как бы ненароком Путин тоже не обиделся на этих, на наших представителей, там, ополченцев. А если с точки зрения то, что я там ренегат, обратно там, это самое там позиции свои изменил, да, могут там применить какие-то вещи. У нас же свободного слова пока такого нет уже. Поэтому я очень себя небезопасно чувствую. Вот поэтому я и разговариваю с позывным. У меня одна надежда на радио Затех, на голос свободы. Мне кажется, это единственное сейчас канал пока там. Мне так кажется почему-то. Или я не знаю там, что у вас там происходит, который не подвержен какой-то цензуре и моим таким вещам. Так что я к вам просто обращаюсь. Желаем вам мира и спокойствия. Спасибо большое. Вам спасибо.